Приветствую! Сегодня мы поговорим о судебной практике по статье 337 Уголовного кодекса Украины. Напомню, что по этой статье привлекаются к уголовной ответственности за уклонение от воинского учета после предупреждения, которое сделал начальник ТЦК ИСП. Согласно санкции этой статьи, наказание может быть в виде штрафа от 500 до 8500 гривен и подчеркиваю, это штраф. Да, это уголовное наказание, но это штраф. И второе наказание в виде исправительных работ сроком до 1 года. Исправительные работы это, по сути, тоже денежное взыскание, но оно взыскивается по другому принципу. Суд устанавливает размер, тот размер, который будет ежемесячно удерживаться из заработной платы от 10 до 20%. И, соответственно, максимум здесь может быть 20% от заработной платы в течение года человек будет в доход государства уплачивать, если он совершил соответствующее преступление. Ну, а если зарплаты нет, дохода у него нет, да, то, соответственно, на него будет возложено наказание в виде штрафа до 8500 гривен. Так вот, за декабрь месяц 2023 года в Украине вынесено, вдумайтесь, вот сейчас подумайте, сколько может быть таких приговоров? Ведь мы из экранов телевизоров слышим, что ухылянт, 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 ухылянт. У нас все ухылянты уже практически. И при этом три приговора. Вдумайтесь, всего лишь три приговора за декабрь месяц. Возникает вопрос, зачем мы кричим про ухылянтев, но это такой вопрос философский уже, и вопрос к тем, кто это говорит. В Украине всего лишь три приговора было вынесено за уклонение от воинского учета по статье 337. Напомню, что те люди, которые уже стали на воинский учет, прошли ВЛК и отказываются от призыва в армию в связи с мобилизацией, они несут уголовную ответственность по статье 336. Обзор судебной практики по статье 336 был сделан мной вчера. Ссылочка на это видео есть в описании к данному ролику. Так вот, возвращаясь к нашей 337 статье уклонения от воинского учета. По этой статье все три приговора вынесены одним единственным судом в Ровенской области. Ссылочки на эти приговоры также будут в описании к видео. И во всех этих приговорах было одно и то же наказание. Для всех штраф 5100 гривен. Во всех этих случаях люди получили повестку с приглашением в ТЦК и СП явиться, чтобы стать на учет. И, соответственно, им было также уведомлено о уголовной ответственности за уклонение от воинского учета. Не явившись в ТЦК и СП и не став на учет, они таким образом с точки зрения суда уклонились от воинского учета, за что и понесли наказание в виде штрафа. Обращаю еще раз внимание, что это штраф уголовный. То есть было уголовное производство, было решение суда, приговор, которым человека признали виновным в совершении преступления, но при этом наказание всего лишь в виде штрафа. Если считаете данную информацию полезной, поставьте лайк этому видео, а также подписывайтесь на мой YouTube канал и, естественно, приглашаю вас в свой телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к ролику. Ну, а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.